Доброе утро! С вами я, Ольга Платонова, и удачное настроение. Сегодняшняя наша история будет про огородное золото. Так я называю компост. Я для себя выбрала такой способ. Вместо того, чтобы просто сооружать кучу, я купила такой вот небольшой компостер. В нем компост готовится очень быстро. Но помните, что заготавливать компост можно и зимой. Вот посмотрите, у меня есть вот такая вот корзиночка. Я ее обшила тканью, и здесь собираю все сухие домашние отходы. Вообще, компост должен состоять из двух компонентов. Я их условно называю зеленый и коричневый. Зеленый – это все растительные материалы, которые содержат азот. Это листики, любые пищевые отходы, скошенная трава и любые сорняки, но только не цветущие и без плодов. Вторая группа коричневых материалов, которые содержат углеводороды – это веточки, это земля, опилки, старые листья. И, конечно же, они должны все размещаться слоями. Если бы у вас была куча, то эту кучу нужно было бы перелопачивать вилами. Воздух очень важен для правильного образования компоста. Помимо поступления воздуха к компосту, очень важно увлажнение. Поэтому периодически раз в неделю компост нужно поливать. И таким образом он у вас созреет в течение года-двух. Но сейчас есть такие чудесные ускорители переработки дачных отходов, которые помогают вам получить готовый хороший компост всего за 25 дней. И сделать это очень легко. Нужно взять 10 литров воды и развести в них небольшой пакетик. В этом пакетике содержатся микробы и ферменты. Вода должна быть дождевая, либо отстоянная, ни в коем случае не хлорированная, потому что там живые организмы, и от хлора они просто погибнут. Если вы все сделали правильно, то через 25 дней у вас будет вот такой хороший компост. И эта земля станет настоящим угощением для ваших плодовых и овощных культур. Ну а если вас смущает вид контейнера с компостом, то я предлагаю накинуть на него сетку. А сверху на верхний слой можно посадить тыкву. И у вас вместе с компостом вырастет хороший урожай. Удачного всем настроения! Ну а за этот прекрасный контейнер, рассчитанный на куб компоста, я благодарю фирму Техцветмет. Они производят эти контейнеры и называются они Волнуша, потому что они такие волнистые. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok